Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Дарья Человекова. Вот о чем мы расскажем сегодня. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил особое внимание на работу управляющих компаний. Первый раз в первый класс. Как идет подготовка к новому учебному году? На Морозовской даче продолжается Пленэр-фест. Программа мероприятий насыщенная. Второй год в Обгенске проводится батл-невест. 11 июля в режиме видеоконференции губернатор Владислав Шапша провел заседание правительства области. Один из вопросов повестки – продление лицензий на управление многоквартирными домами. При дворе обсуждения Владислав Шапша напомнил, что в этом году по решению президента России Владимира Путина срок действия истекающих пятилетних лицензий, которые были управляющих организаций, продлен до 1 июня. С этой даты право на обслуживание домов сохранили только те компании, которые прошли перелицензирование. По словам исполняющего обязанности начальника государственной жилищной инспекции Калужской области Кирилла Дзюбенко, на территории региона прохождению процедуры продления срока действия лицензии подлежали 134 управляющие организации. Успешно ее прошли 76. В июне только в отношении 295 многоквартирных домов не определена управляющая организация. Инспекции по всем перешедшим домам запланирован мониторинг подготовки к предстоящему отопительному периоду. Губернатор Владислав Шапша поручил продолжить работу. Мы прекрасно видим, что основная масса жалоб, которые сегодня рождаются в этой сфере деятельности, они касаются управляющих компаний и зоны ответственности. Внимательно надо следить за работой управляющих компаний, оказывать необходимую помощь добросовестным компаниям, тем, кто ответственно подходит к выполнению своих обязательств. Это рынок относительно молодой, еще не устоявшийся, и здесь мы должны активно участвовать в том, чтобы наводить порядок и не давать возможности недобросовестным управящим компаниям портить людям жизнь. Продолжаем эту работу и контролируем ситуацию. 30 июня завершилась запись детей в первые классы общеобразовательных заведений Наукограда. Заявки принимались 27 марта и до конца первого месяца лета, что уже известно о результатах проведенного процесса, рассказала замглавы администрации в сфере образования Татьяна Волнистова. До 30-го же у нас осуществлялся прием документов по территориям, за которыми закреплена та или иная образовательная организация. Я должна сказать, что некоторые школы вынуждены были набрать, открыть дополнительные классы, набрать большее количество детей в первые классы от первоначально заявленных. И мы сейчас работаем над тем, чтобы расширить муниципальные задания. Татьяна Волнистова также отмечает, что особой популярностью пользуются школы номер 11, номер 16 и номер 17. Кроме того, в Управлении общего образования ведется регулярно статистика по количеству детей, проживающих на территориях, которые закреплены за школами. Тем не менее, у нас в городе это часто практикуют и продолжает этот процесс продвигаться. Так, например, ну, во-первых, в 17-й школе возникают новые жители, поскольку микрорайон продолжает строиться вокруг 17-й школы и приезжают из соседних муниципалитетов дети. Очень много из Боровского района теперь семей появилось в этом микрорайоне. А в 11-й школе просто переехали в тот район. Ну, сложно мне комментировать. Вероятно, в Солнечную долину. У нас Солнечная долина закреплена за тремя образовательными организациями. В школе номер 11 нашлась возможность открыть пятый первый класс для обненских малышей. Это беспрецедентный шаг, учитывая, что общеобразовательное заведение старое, другие площади. Я благодарю администрацию школы за такое мудрое решение, потому что там после 30-го числа могли быть отсечены и направлены в другие школы дети, которые живут близко к общеобразовательному заведению, рассказывает Татьяна Валерьевна. Было решено удовлетворить спрос и открыть дополнительный первый класс. Дополнительно первый класс, не планируемый ранее, открыла 16-я школа. Предполагалось, что там будет три первых, а открыли четыре, чтобы удовлетворить спрос родителей. И тоже я объясню, почему это делается. Но если близко живет к школе, сложно будет объяснить родителю, почему ему надо в девятую идти через дорогу. Хотя такая практика у нас тоже была. Но в этом году наши школы решили так наполниться сильно. Причем я вот те школы, которые перечисляю, они действительно работают уже с превышением проектной мощности. Обнинские общеобразовательные организации продолжают работать в первую смену, однако сложнее и сложнее сейчас 17-й школе, микрорайон вокруг которой разрастается. Отметим, что после 6 июля стартовал прием заявлений от родителей, независимо от регистрации ребенка. 18-я школа предполагает набрать, ну как и предполагала, там не увеличилось количество классов, а 7 первых классов, ну на два здания в общем. 7 первых классов. Такая большая начальная школа предполагается в нашей 18-й школе. Наряду с профильными классами, наряду с пятым и ранней профилизацией, еще вот дополнительные первые классы. В целом идет запись спокойно, и теперь, когда по той же, например, 11-й школе, когда удовлетворили запрос родителей на то, чтобы ребенок учился в 11-й школе, возникают другие вопросы. Один из самых распространенных – желание отдать своего ребенка на обучение к конкретному педагогу. Но формирование классов и распределение учителей – это полномочия руководителя школы. Здесь уже по принципу единоначалия, рассказывает Татьяна Волнистова. «Я бы хотела посоветовать родителям не вмешиваться, а отдать решение данного вопроса на откуп профессионалам», отметила замглава администрации в сфере образования. В Обнинске сильная ступень начального общего образования. Каждый педагог старается для ребенка сделать максимум, чтобы в дальнейшем учеба приносила удовольствие. Кроме того, в городе существует методическое объединение учителей начальных классов, которое ведет активную работу и каждый раз совершенствуется в искусстве преподавания. Поэтому родители сегодня просят доверять руководителям и специалистам школ. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В Обнинске на этой и следующей неделе проходит пленэр-фест на Морозовской даче. В этом году благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив программа расширенная и более насыщенная. В частности, в понедельник организовали выездной однодневный пленэр на территорию усадьбы Белкина. Художники ознакомились с историей усадьбы и побывали в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба, которому в этом году исполнилось 250 лет и в котором сделан красивый мозаичный иконостас. Заведующая выставочным отделом Обнинского музея Людмила Сорокина говорит, что в первую очередь мероприятие в Белкинском парке интересно гостям. На пленэр-фест на Морозовской даче приезжает много иногородних художников. Для всех желающих утром понедельника провели экскурсию по территории усадьбы. Можно сказать, что у Белкинского парка две истории. Одна – история зарождения пути этого места сквозь века до наших дней, а другая, не менее интересная, история возрождения этой территории и превращения из запущенного места в место притягательное. У нас три усадьбы, которые связаны глубоко и родственными связями, и культурными связями. Художники, которые приезжали когда-то в Белкино, они были и в Турликах, и в Буграх на даче Кончевозского современной. Поэтому разделять вот так вот пленэр конкретно на Морозовской даче, но мы говорим и о Буграх, о Турликах, о художниках, которые присутствовали во всем этом культурном пространстве. Написанные в Белкине работы будут наравне с остальными написанными в усадьбе Турлики Михайловская участвовать в итоговой выставке. Доведется ли когда-нибудь нам увидеть пленэр в Буграх? Людмила Сорокина отмечает, что просьб таких много, но с той территорией все непросто. В Белкинском парке художникам рамок не ставили. Кого-то привлекают руины главного здания, кому-то понравился храм, другим интересна беседка на берегу, а кому-то каскадные пруды или тенистые дорожки. Еще одной остановкой для экскурсии стал храм Бориса и Глеба. В нем, как уже говорилось, недавно появился мозаичный иконостас. Создавался он на протяжении пяти лет. Художник-монументалист Юлия Ульянова вспоминает, началось все с того, что потребовалось обновление алтарной преграды. Настоятель храма протеерей Алексей Поляков долго размышлял, как это обновление провести, консультировался с разными людьми. В какой-то момент пришли к идее мозаичного иконостаса. Одна моя подруга должна была делать диплом в Суриковском институте, на монументальном отделении. И мы с отцом Алексеем договорились, что она сделает дипломный проект этого иконостаса. И мы его напишем, потому что там курировать ее должны были корифеи этого искусства. Но так получилось, что когда эти корифеи увидели нашу архитектуру, они сказали, нет, ничего тут нормально сделать нельзя будет. И запретили ей делать такой диплом. Но поскольку уже мы договорились, что я сделала в итоге проект сама. А потом она как раз закончила, и мы с ней вместе делали иконостас этот вот. Так что я делала не одна, это Анна Федоренко, она делала со мной вместе. Выполнено все из кусочков смальты и камня. Для обнинских церквей уникальное явление. Юлия Ульянова вспоминает, что планировали управиться с мозаикой года за три, но это оказалось нереально. Сначала эскиз, потом макет один к десяти, потом из картона в натуральную величину. Сначала пишется красками, потому что мозаику переделывать сложнее. По написанному подбирается смальт, а потом смальту пилят, раскалывают, подбирают размеры, кусочки клеят на сетку, а когда все готово, мозаику помещают на стену. На самом деле я начинала вот в казачьей общине, которая тоже здесь, я там преподавала мозаику детям. Мы с детьми сделали там у них в общине стену, на сказочную тему, как бы с детьми вместе сделали мозаику. Потом они решились и заказали мне несколько мозаичных икон, который у них тут тоже. Но это все были маленькие вещи, а вот так вот монументально я сделала первый раз. На протяжении стольких лет работать над мозаикой стало испытанием для художников. Иногда казалось, что путь бесконечен. Тем не менее, мозаика завершена и украшает теперь старинный храм. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ В Белкинском парке вновь уже второй год подряд прошел батл невест, а также состоялась выставка-ярмарка изделий ручной работы от рукодельниц Мастерграда. Подробнее в следующем сюжете. Организаторы батла объясняют, что основная идея мероприятия в том, чтобы дамы-участницы могли снова надеть красивые платья, вернуть себе частичку пережитых на свадьбе эмоций. Вряд ли кто-то надевает свадебное платье и просто прогуливается в нем по улице, а так есть повод, рассуждает Юлия Котельникова. Парады или забеги невест – такое было, а вот идею батла сочли более оригинальной, чтобы добавить творчество. Женщина, наверное, в каких-то других платьях, вечерних, коктейльных, не чувствует себя такой особенной, как в свадебном платье. И вот сегодня такая возможность у девчонок есть. В этом году было больше участниц. Их разделили на три команды. Елена Гурьянова подчеркивает, что хотя формат батла и подразумевает некоторое противостояние, участницы между собой не соревнуются. Задания нацелены на другое. Чтобы девчонки могли раскрыть свой и творческий потенциал, потому что он есть абсолютно у каждой из нас, и показали себя с лучшей стороны. В этом году у нас, допустим, будет дефиле участниц. Каждая участница прислала свою любимую песню. Она под нее и выйдет. А также будет творческий конкурс, которого не было в прошлом году. Финальной точкой, яркой такой, в прошлом году стал танцевальный флешмоб. Мы его оставили. Выбрали такую спорную, но популярную песню. Задумка в том, чтобы все, кто принял участие, немного вышли из зоны комфорта, попробовали себя в роли звезд. А звездой может быть каждая, уверены организаторы. Уже есть планы и на третий эпизод. Параллельно с батлом в Белкинском парке проходила выставка ярмарка рукодельниц Мастерграда. Все это изготовлено вручную и с большой любовью. Обнинск богат на творческих людей. Юлия Верзилина, например, зефирный флорист. Я занимаюсь домашним зефиром, зефир ручной работы, полное производство от яблочек, от начала и до создания уже цветов, экспозиции, букетов. Также изготавливаю медово-имбирные пряники. Было время лишнее, скажем так, от основной работы. Понравилось заниматься пряниками, всегда готовила хорошо. И начала профессионально делать медово-имбирные пряники. И постепенно потом его подключила и зефир. Очень понравилось. Работаю уже более двух лет, занимаюсь. Юлия изготавливает и небольшие предметы, и работает с композициями большого размера. Букеты на свадьбы, например. Мастер рассказывает, что нередко ее букеты покупатели ставят в вазы, как живые цветы. Еще одна рукодельница Елена Косенкова представила на выставке-ярмарке вязаные изделия. Скатерти, подушки, пледы, солнцезащитные зонтики, игрушки, шляпки, одежду. Он нравится все вот это делать, вязать, творить, что-то придумывать, создавать какие-то свои авторские работы. Ну, в основном вяжу сейчас крючком, очень популярно, а так и спицами владею, и шитьем лоскутным занимаюсь. Все это доставляет большое удовольствие и людям тоже. Увидела у мамы что-то там вязанное, помню, во втором классе захотелось тоже попробовать. Вот, мам, научи, мам, научи. Мама дала клубок, дала спицы. Ну, все. Что мы будем вязать? Мы свяжем кукле-шарф. И она говорит, ну, все, теперь я тебе дала мастер-класс, иди в комнату свою вяжи. Ну, я ушла в свою комнату, прихожу, ну, не знаю, уже это неделю спустя, и показываю ей, что у меня получилось. И там дырка на дырке. И мама говорит, нет, дорогая моя, у тебя ничего не получится с вязанием. Вот. Я не расстроилась, не положила руки, потом включила интернет, когда он появился уже после советского времени, и научилась вязать сама. А вот Ольга Гетманцева изготавливает украшения из бисера и натуральных камней. Заниматься я начала очень давно, где-то лет с семи, наверное. Ну, бабушки были, рукодельницы, которые тоже занимались в основном вязанием. А к украшениям бисером пришла, потому что я сама очень люблю носить украшения, но так как в советское время было трудно их купить, красивые украшения, я сделала их сама. Творчество – это зарядка для ума, потому что нужно придумать, какое-то новое украшение обязательно. И для этого нужно сесть, подумать, придумать дизайн, подобрать материал, выбрать из того, что есть у тебя в наличии. Ну, творчество помогает жить. Вот такими творческими и насыщенными выдались выходные в Белкинском парке. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Уфгенск Онлайн ВКонтакте», «Телеграм-канале» в «Яндекс.Дзене», а также на «Ютуб-канале». Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.